Продолжение следует... В гостях Марина Фоменко и психолог, и графолог. И вообще, мне кажется, что мы столько всего узнаем о себе и друг о друге, что, ну я не знаю, эфира нашего не хватит. Ну как всегда у нас не хватает эфира, но мы приглашаем всегда в гости наших любимых гостей. Итак, вообще даже существует мнение, что почерк может даже говорить о том, чем человек болеет. Не просто о чертах характера, а даже вот об этом. Это правда или нет? Да, на самом деле почерк — это такая вещь, которая показывает нам глубинные процессы личности. Потому что почерк — это не движение руки, как думают многие, а почерк — это движение мозга. И проводились даже такие исследования, естественно, в западных странах, когда человек, потерявший в автокатастрофе обе руки, начинал учиться писать ногой для того, чтобы как-то передавать свои мысли. Удивление тех людей, которые проводили этот эксперимент, было достаточно сильным, потому что элементы прописания определенных букв были идентичными с теми, которые он писал рукой. То есть это и позволяет нам сделать вывод, что почерк — это не движение руки. Поэтому, естественно, если в организме происходят какие-то процессы, и в том числе физические, физиологические, то мозг первым на это реагирует. И через движение руки сразу отображается это в почерке. Зачастую бывает так, что человек еще не знает о том, что у него какие-то есть проблемы со здоровьем, с тем или иным органом, а рука это уже выдает. Опытный специалист, естественно, может заметить и порекомендовать, что я часто делаю, обратиться к тому или другому специалисту. Конечно, точный диагноз мы поставить не можем, как вы понимаете, но обратить внимание человека на ту сферу или иную специалист-графолог действительно может. Вы так говорите, что исследования, опытные диагностики, это что получается, что это очень давняя какая-то наука, у нее есть длинная история? Вы знаете, я всегда говорю так. Так, графология, то есть интерес к почерку, появился ровно тогда, когда человек начал писать. Почему? Потому что писать учили всех одинаково. То есть есть определенные нормы обучения письма. Они были и в древние времена, и сейчас есть нормы правописания. Но по истечении некоторого времени каждый человек все равно носит что-то индивидуальное. Естественно, были люди, которые замечали то, что почерк у всех разный. Про что это? Точно это про что-то. И в принципе есть даже сведения о том, что в некоторых странах Азии, Восточной Азии, если я не ошибаюсь, священник, который соединял пары в семью, он был и графологом. То есть прежде чем люди вступали в брак, этот священник, он смотрел по почерку и давал рекомендации, насколько это люди совместимы или несовместимы. Есть даже такие интересные факты. То есть не только справку от врача, но и совместимость графологичная. Наука графологии, она развивалась очень давно и во всех странах. Но как сама наука, если перевести дословно графология, это наука о почерке или наука о письме, то первое графологическое общество было создано во Франции в 1875 году. И, собственно говоря, мы считаем это как начало графологии, как науки. Естественно, после этого создал, кстати, его аббат Мишон, французский известный графолог. Есть его много трудов, работ и так далее. Ну и, понятно, последователей уже много. После Франции такие общества аналогичные были созданы и в Швейцарии, и в Америке, и в Израиле. И сейчас в Израиле мощная школа, очень графологическая. Естественно, наука графологии существовала и в Советском Союзе. И был очень известный графолог Зуев Инсаров, который, по некоторым сведениям, которые до нас дошли, был человеком приближенным к Сталину. И, собственно говоря, по его рекомендациям, используя его консультации, подбиралась команда товарища Сталина. Но в 1939 году этот графолог, этот ученый, этот человек, который знал о почерке многое и о людях, которых он тестировал, он бесследно исчез. Мы, естественно, можем только догадываться, почему. С тех пор наука графология в Советском Союзе была объявлена лженаукой. Но, конечно, это совершенно не значит, что не проводились никакие исследования, никакие изучения. Безусловно, были люди, которые где-то подпольно, где-то тайком, как-то это все изучали, разрабатывали. И в данный момент мы имеем даже метод собственный, украинский, я бы сказала, нашего земляка Владимира Ивановича Тараненко, который в 2011 году ушел из жизни, но оставил после себя большое наследие, в том числе и методику графологии, то есть диагностирование, психодиагностика личности по почерку. И чем она интересна для меня, для графолога, помимо всех остальных методик, которые я изучала, она интересна тем, что позволяет очень валидно, то есть очень достоверно продиагностировать личность. Потому что в этой методике определенная буква отвечает за определенную черту характера. То есть мы, безусловно, прям вот, знаете, так можем человека очень-очень детально проанализировать. Мало того, мы еще можем спрогнозировать его поведение в той или иной ситуации. Учитывая бихеверическая функция, да, какая-то? Ну, в какой-то степени, да. То есть мы можем спрогнозировать, как он себя поведет. И стоит ли возлагать на него те или иные обязательства. Да, это, кстати говоря, очень полезная штука для владельцев бизнеса, для руководителей при подборе персонала. То есть не только полиграфом можно пользоваться, но и действительно изучать через почерк. Да, то есть мы можем сильно и слабые стороны увидеть, их описать, еще и развернуть эту тему, да, то есть спрогнозировать, как человек себя поведет. То есть это украинская разработка или все-таки это западные исследователи дошли до... Ну, вы понимаете, любая новая методика, это же консолидация всех знаний, которые уже были ранее, да. Но здесь эта методика, чем для меня она интересна, тем, что учитывается менталитет наш славянский, да. То есть постсоветское пространство накладывает определенный отпечаток на нас, на всех. Поэтому вот с учетом нашего менталитета здесь и была такая создана развернутая, да, что называется методика. Замечательно. Ну, используют это на Западе такую методику, потому что я, честно говоря, вот правда, первый раз об этом слышу. Потому что я знаю, что полиграф, да, ну, опять же, это там законно или незаконно, это вопрос, потому что ты подписываешь все равно документы, и тебя не имеет права заставить это делать. Ведут проверка, да, служба безопасности. Можно ли действительно как-то заставить человека написать и проверить? Есть ли вот такие практики в ведении бизнеса на Западе? Я вам скажу больше не то, что есть, а вот, например, во Франции графолога – это государственная должность. Замечательно. И там вы не устроитесь никогда на работу, на государственную службу без заключения графолога. Эта должность у них входит в структуру службы безопасности. В Америке разные этапы были, да, у этой, так сказать, науки или у этого метода, но сейчас в Нью-Йорке есть целый университет графологии. Где обучаются, где проводят исследования. Я где-то встречала в интернете информацию о том, что с 2010 года компания, авиакомпания British Airways, которую мы все очень хорошо знаем, не принимают на работу сотрудников без заключения графолога. В Израиле есть мощная школа графологическая, поэтому говорить о том, что это инструмент полезный и нужный, даже не приходится, потому что Западный мир его очень активно давно использует. Слушайте, это так интересно. Как он связан? Я так понимаю, что для обывателя, который первый раз это все слышит, графология входит ли она в психодиагностику, как науку? Да, безусловно. Это элемент психодиагностики. Это диагностика личности, психологическая диагностика личности. Туда входит психотип человека. То, что я говорила, по чертам характера мы раскладываем, но кроме того, мы еще видим его состояние. Потому что если, к примеру, человек не в адекватном состоянии, это сразу проявляется в почерке. Если даже просто каждый из нас вспомнит себя в тот момент, когда он сильно переживает или нервничает, то наша рука немножко трясется. Я в такие моменты печатаю. Да, вот она трясется. Это про то, что сейчас в данный момент вы находитесь немножко в стрессовом или в нервозном состоянии. Поэтому то, что это психодиагностика, это факт. То есть мы можем действительно продиагностировать личность на предмет различных составляющих, различных компонентов самой личности. Мы прекрасно знаем, что личность начинает развиваться в детстве. Когда нас учат писать, влияет ли... Меня учила мама, меня не в школе учили. Я начала читать достаточно рано, мне два с половиной года было. И, соответственно, и писать я училась. Но училась не сама, не под вот эти крючочки, буковки, а помогала мне мама. И, скорее всего, я предполагаю, что ее какие-то черты характера, и не только характер, они наложились и на мою. Да, понятно, что он там с взрослением поменялся, и теперь я практически все время печатаю, так ручками не пишу. Бывает. Насколько это действительно так? Накладывают ли родители или люди, которые нас учат писать, передают ли они свои черты характера и свое умение? Ну, если говорить так в целом о нас о всех, то писать мы учимся в школе. Именно вот прописные прописи есть, вы знаете, тетради специальные. И есть специальная методика, как должны писать каждую букву. То есть это не просто так. Нормы каллиграфии. Нет, это не просто так. Учат нас всех писать одинаково. Причем, если анализировать то, как нас учат, то есть очень интересные особенности. Вы же понимаете, что вот эти нормы каллиграфии они к нам перекочевали из советских времен. Потому что как меня учили писать, так и сейчас учат детей писать. Да, меня учат детей писать. Там есть очень интересные моменты. Ну, к примеру, если мы будем говорить о букве Т, да, Т, буква Т, то нас учат писать вот три ножки, да? Да. Вот. А на самом деле для того, чтобы передать звук Т, да, нам достаточно двух палочек. Но прописывая три ножки, таким образом в нас подсознательно воспитывают догматический склад ума. Вот видите, у нас некоторые примеры, да? Вот она как раз, как вы говорите. Да, вот, абсолютно верно. Буква Т. Вот это такая... А я пишу три ножки. Вот человек, который вот этот текст писал, да, это такой догмат. То есть есть норма и правила, все уже за нас придумано. Не надо ничего где-то выискивать, искать. Проще взять инструкцию и по этой инструкции работать. Такие люди, они, как правило, не очень легко обучаются чему-то новому. То есть где-то такие чуть-чуть консерваторные, да? И, собственно, если понять, почему нас так учили писать, то мы понимаем, да, никому не нужны были люди, которые думающие, которые резко могут сменить направление своей мысли, у которых гибкое мышление, которые хватают все новое. Вот как раз люди, которые пишут, как вы, да, вы сказали две палочки, это люди, которые интеллектуально развиты, это люди с высокой степенью интеллекта. У меня просто так быстрее. Да, потому что человек интеллектуальный, он понимает, зачем мне тратить столько времени, да, на три ножки прописать. Если Т, она и есть Т. Здесь понятно. Это про интеллектуальное развитие. Стоит ли детей переучивать? Понимаете, дело в том, что сейчас, в данный момент, дети совершенно другие. Они переучиваются сами. Я достаточно много времени работаю с детьми, причем с детьми даже с первоклассниками, когда только они начинают писать. И я вижу, что уже в первом классе дети не обращают внимания ни на какие нормы и стандарты, потому что поколение детей сейчас другое. Они сами мыслят, у них более широкий кругозор, и поэтому они придумывают свои элементы букв. Да, и я видела такие, например, почерки у детей там в третьем классе, когда он пишет абсолютно как взрослый, со своими придуманными элементами, с какими-то удлиненными отростками, с какими-то добавленными черточками. И это все про то, что у него не закостенелое мышление, не костное, он никого не боится. Он может хулиганить даже в почерке. То есть это ребенок, который позволяет себе делать то, что ему нравится. Это мой почерк, это моя тетрадь, и я имею право здесь писать, как я считаю нужным. Даже если это кому-то не нравится. Я не могу не воспользоваться служебным положением. Мой крестник, когда учился, вот только-только начинал, он не читать еще не уделал. Сейчас ему 6 лет, сейчас он уже все умеет. Но он игрался сначала с цветами, когда был совсем маленьким. Когда он уже хорошо начал ходить, он игрался со шрифтами. Сейчас он пишет, вот как вы сказали. То есть он абсолютно может каждый раз, в каждом слове он может по-другому, по-разному писать буквы. Это про творчество. Кума паникует. Это про творчество, с одной стороны. Это про разносторонность. Это про то, что ребенок познает мир. Конечно, надо смотреть этот почерк. Я не могу там, как и доктор, заочно поставить диагноз. Надо смотреть почерк в целом, потому что очень много элементов и компонентов влияет на заключение, скажем так. Но если он себе позволяет хулиганить, значит он свободный. У него нет какой-то, знаете, запакованности, что только так и не иначе. Он смотрит на мир широко, и он пытается его познать с разных сторон. Я считаю, что это прекрасно. Так и сразу же паника, как ребенок, значит он непослушным вырастет, значит он не будет слушать маму, папу. Ну то есть определенные, естественно, определенные опасения, конечно же, есть. Отличается ли почерк, или нет, зависит он от того, и стоит ли переучать. У нас традиционно все считают, что нужно писать левой рукой, ой, правой рукой. Нужно сразу срочно, там, ребенка или взрослого, даже я знаю такие примеры, переучивались. Но дело в том, что сейчас по закону переучивать нельзя, и сейчас в школе не переучивают левшу. Это закон такой есть? Да, если ребенок, это в системе образования прописано, если ребенок левша, то он остается левшой. Потому что это просто его особенность, и если мы начинаем его переучивать, писать правой рукой, здесь происходит некая ломка, и для ребенка это очень тяжело. Как правило, люди, которые пишут левой рукой, это люди творческие, потому что у них активно работает правое полушарие. Они очень творческие, они способны на какие-то нетрадиционные решения, на какое-то видение своеобразное. Они больше живут в творческом поле, то есть фантазии, мечты, творчество. И зачем же, если Богом дано человеку такое счастье, или такое предназначение, зачем же его ломать и переучивать? Любая ломка, она всегда оставляет травму. А эта травма, она будет фонить в течение всей жизни. Кошмар! То есть, дорогие родители, внимание, вам профессиональный психолог и графолог говорит о том, что не вдумайте колечить ребенка, переучивая, заставляя его... Ну, насколько я знаю, сейчас даже учителя всегда рекомендуют родителям не переучивать, а ставить так, как есть. То есть он себе пишет, он научается писать, и ничего страшного в этом нет. То есть курица лапой? Вы знаете, не всегда. Левши ведь не отличаются тем, что они некрасиво пишут. Я сейчас про левши говорила. Очень красивый бывает у них почерк, очень каллиграфичный. А вот курица лапой? Когда они сижу даже правую руку? Значит, очень часто ко мне обращаются родители, особенно тех детей, которые только начали писать, да, вот в школе, первочки, скажем так, да, про то, что ребенок не может писать как-то ровно, там, в линии, под линейку, да, у него пляшут буквы, там, разных размеров и так далее. Я всегда сразу спрашиваю, как у этого ребенка с физической активностью? Потому что, как правило, вот это вот неумение писать, научиться быстро писать, ну, плюс-минус ровно, да, там, как-то вот каллиграфично, это про то, что ребенка не хватает физической активности. Потому что за письмо, за то, что мы пишем, отвечает несколько участков головного мозга в левом полушарии. И когда есть где-то недоразвитие, да, то есть недодали ребенку физического развития, тогда он не может быстро научиться хорошо писать. И я вам хочу сказать, что из своей собственной уже практики, да, из опыта, очень часто родители ко мне обращались с благодарностью, когда они позволили ребенку вместо того, чтобы сидеть и выписывать часами эти буквы каллиграфично, они позволили ему побегать с мечом на улице, попрыгать и делать это регулярно. У него тут же начал исправляться почерк. Он начал лучше писать. Поэтому, уважаемые родители, если ваши дети пишут не так, как вам хотелось бы, не насилуйте их, не заставляйте сидеть над этой тетрадкой часами. Дайте ребенку поиграть, побегать и попрыгать. Это будет, результат будет быстрее. У нас сегодня просто революционный эфир. Просто приходите почаще. Вы знаете, у нас просто, мы отличаемся, наверное, от других каналов тем, что мы с большим удовольствием приглашаем экспертов, которые вот, знаете, вот такие вот вещи, казалось бы, ну, революционные, действительно, и раскладывают, и, понятно, объясняют вещи, которые пригодятся, да, можно, скажем так, прикладные. Я попрошу наших режиссеров вывести на экран некоторые фотографии с примерами почерков. Чтобы не быть голословными и на пальцах не объяснять, будем объяснять на листочках. Вот у нас есть автографы известных людей в мире бизнеса Уоррен Баффет. Очень миллиардер, находится в списке, в десятке списке Forbes. Давайте так, не чистить, да, верните, пожалуйста. Камерон Диас у нас там есть. Вот такая абсолютно, да, я правильно понимаю, что творческая личность? Ну, понимаете, с одной стороны творческая, да? Потому что очень много там чего-то нарисовано, написано внутри. С другой стороны, есть и перечеркивание, видите, да? То есть это про то, что не все, то, что происходит, нравится, не все в себе нравится, да? То есть здесь нужно еще смотреть на то, что есть определенный нажим. Вот, например, в верхних подписях у нас нет такого нажима, да, а здесь вот прям нажим такой. Это про упорство, про напористость, про то, что всегда есть вещи, которые в себе не нравятся, и человек пытается их постоянно искоренять, работать над этим, да? Из-за этого вот такие вот внутри перечеркивания. То есть нельзя сказать, что все очень гладко и понятно. То есть она продолжает над собой работать. Но она, кстати, отличается тем, что она не просто красивая, она у нее очень высокий уровень интеллекта и клипа. Да, да, совершенно верно. То есть это в подписи тоже можно увидеть, потому что, видите, здесь, как я говорю, хулиганит, да, человек. То есть она может себе позволить написать в подписи все, что она считает нужным. Пусть это будут восьмерочки, пусть это будут дигзагики, перечеркивания. Перечеркивания. Не обязательно это должны быть именно инициалы, как мы привыкли. Да. Кстати, а если человек пишет, инициал использует в подписи, это что вы там можете начать? Ну, вообще это как бы нормально, да, потому что подпись – это наша презентационная сокращенная форма фамилии и имени, да, то есть кто я есть. Поэтому, как правило, присутствуют какие-то элементы всегда либо имени, либо фамилии, либо то и другое. Здесь еще очень интересно и важно посмотреть, что стоит на первом месте, то есть фамилия или имя, да, буква, которая обозначает, что на втором месте и какие элементы вообще отсутствуют. То есть это про то, что, например, если буквы фамилии нет вообще, это про то, что человек делает акцент на своем имени. То есть есть какие-то вопросы с привязкой к роду, да. Вот очень часто у меня бывали такие клиенты, которые, к примеру, женщина носит фамилию бывшего мужа, да, там, первого мужа. И подсознательно она ее вытесняет, да. Поэтому в подписи она ее не прописывает. Она делает какие-то зигзаги, да, вот. Это очень часто бывает. Или наоборот. Девушка вышла замуж и фамилию не поменяла. Она осталась на своей девичьей фамилии. Она обязательно ее прописывает в своей подписи, потому что для нее это очень важно, остаться в привязке к своему роду, да, то есть к своей фамилии, к фамилии своего отца. То есть, естественно, фамилии мужа там не присутствует, но она делает на это акцент. Иногда даже нет буквы, на которой начинается имя, да, а есть только фамилия. То есть здесь уже точно идет акцент на свой род, да. То есть вот мой род, он достоин быть отображенным в подписи моей. То есть в принципе можно даже по подписи посмотреть, вот как она менялась, да, проследить даже жизненный путь человека на самом деле. Да, иногда бывает перечеркивание в подписи, да. Человек пишет фамилия, имя, потом раз, это все зачеркивает. Да, вот это что значит? Это вот про перечеркивание, да. Происходят какие-то моменты в жизни, когда человек зачеркивает там себя в буквальном смысле, да, вот если так сказать. Но это как может в жизни проявляться? Может быть, сейчас он делает что-то не то, что ему нравится. Может быть, у него в прошлом были какие-то события, которые он хочет забыть, знаете, вот хочется вычеркнуть, да. И это все отображается в подписи. Но я бы никогда не рекомендовала делать анализ человека только по подписи. Почему? Потому что подпись это все-таки нечто презентационное. Мы себя как бы презентуем. Мы всегда выписываем, придумываем. Совершенно верно. Мы всегда в подписи хотим понравиться. Ну, как бы, да, на подсознательном уровне мы хотим себя презентовать красиво. Поэтому здесь есть немножко такие элементы приукрашательства. Собственно говоря, вот эти все подписи, они и есть доказательства тому. У нас следующая фотография. Вот очень бы хотелось ее, чтобы вы прокомментировали. И даже я бы попросила вас поставить, может быть, какой-то диагноз. Это почерк, который очень похож на почерк докторов. С вами неинтересно, Марина. Почему я так говорю? Смотрите, мне очень часто задают вопрос по поводу почерка докторов. И даже один мой клиент прислал мне в Фейсбуке фотографию, где стоят люди с плакатами, да, и на плакатах каракули. И подпись «Забастовка докторов». То есть люди вышли на забастовку, но чего они добиваются, никто их понять не может, потому что это написали доктора. Так вот, здесь, конечно, есть несколько нюансов. Ну, давайте конкретно про этот почерк. Здесь сам человек такой достаточно напористый, достаточно открытый. Он такой известный, скорее всего, какой-то доктор, да, или понимает, что он специалист в своем деле. Это человек системного мышления. То есть ему важно понимать процесс от начала до конца. Что с вами происходит, да, ну это нормально для доктора, да. То есть весь ход течения болезни, как он вам может помочь. Но, с другой стороны, он не сильно заморачивается по поводу того, поймете вы или не поймете. Почему? Потому что он концентрируется на сути. Нет, на сути лечения. Как вас правильно вылечить. А если бы он очень красиво вам это все прописал, пропечатал, то это было бы больше про то, что он концентрируется на форме, а не на сути. Он больше хотел бы понравиться пациенту, да, как бы, ну, продать себя, условно говоря, да. А здесь больше про то, что он концентрируется на сути. Он хочет вас вылечить. Так, разрушенный миф номер 150 за сегодняшний эфир, за несчастные 20 минут. Это не значит, если у вас написано непонятным языком, непонятным почерком, это не значит, что вам врут или вас хотят запутать. Нет, иногда это значит, что... Да, иногда это значит, что это доктор квалифицирован. Здесь, кстати говоря, если присмотреться, то здесь можно много чего понять. Здесь можно понять, что доктор этот, например, достаточно целевая личность. Он всегда видит цель, он ставит себе цели, да, и он к ней идет. Он может быть импульсивным, поэтому иногда он не желает быть понятым, да, и некоторые вопросы пациента, переспрос, может не быть вызван импульсивно, да, то есть сидите молча, я вам все написал, да, там поймут, в аптеке все поймут. То есть здесь можно проанализировать, и здесь не все так грустно. Этот человек не цураец материального вознаграждения, естественно, за свою работу, но это нормально, потому что любой труд должен быть оплачен. И этот человек достаточно такой, я бы сказала, колючий, да, ну, я так мягко выражаю, чтобы не сказать агрессивный. То есть иногда он бывает достаточно агрессивный, к нему нужно еще найти правильный подход. Ну, с врачами достаточно, да, тяжело, но и не тяжело на самом деле. Ну, не со всеми, не со всеми. Доктора тоже бывают разные, но я, к примеру, видела рецепт, который выписал доктор, там сплошная кардиограмма, да, там вообще нельзя распознать ни одной буквы. Но это как раз про то, что действительно этот человек был с большущим опытом работы, да, и он уже устал всем объяснять то, что пациент без медицинского образования понять не может, да. И доктор уже просто устал, говорит, я вам все написал, я не хочу вам ничего объяснять. Вы все равно этого не поймете, да, зачем вам знать, как устроены, как работают там клапаны сердца, да. Да, вы все равно этого не поймете. Я это знаю, этого достаточно. Ребят, можно следующую нам фотографию, картиночку? Сейчас нам покажет. У нас там много было заготовлено, и известных личностей, и неизвестных личностей. Ну вот, например. Ну, здесь мы сразу видим, что почерк у нас мелкий, да. Если почерк мелкий, то это про то, что человек интровертивного склада характера, а именно он всегда имеет внутри свой мирок, в который нет входа никому. То есть всегда будет у него свой мир, и не пытайтесь туда попасть. Я это, кстати, очень часто объясняю родителям, потому что родители, у которых дети пишут мелко, должны научиться уважать территорию ребенка. И не должны лезть в душу, что называется. Они должны всегда принимать то, что у ребенка есть свой собственный мир, и даже вас, маму или папу, он туда не пускает. Это нормально. Здесь нужно уважать границы и не пытаться их нарушать. Да, я всегда говорю, что научитесь стучать в комнату к ребенку, когда вы входите, неважно, сколько ему лет. Тогда он будет делать то же самое по отношению к вам. Он на вашу территорию не будет ходить без спроса. Но у нас, как правило, получается наоборот. В нашу комнату ты должен стучать, а к тебе мы заходим, открывая дверь с ноги. Поэтому это человек интроверт. Здесь что можно сказать? Здесь можно сказать, что есть такая черта, как привычка опираться на чужое авторитетное мнение. Здесь очень важно, что сказали другие люди, выдающиеся процитировать кого-то, какие-то цитаты выдать. И это про что даже могу нашим зрителям показать, чтобы было понятно. Вот есть буква «Т» и сверху с крышей. То есть буквально крышей прикрывается. Так вот, такие люди в жизни, как правило, цитируют всегда высказывания великих людей. Почему это происходит? Потому что этот человек, он не является сам интеллектуально развитым, то есть высокого интеллектуального развития. Это человек, который использует знания других. Это тоже имеет место быть. И, кстати говоря, так пишут очень часто адвокаты, юристы, те, которые полагаются на букву закона, бухгалтеры, которые точно так же должны следовать уже прописанным нормам. То есть они не могут хулиганить, они не могут придумывать сами, они должны подчиняться тому, что уже есть. Это почерк Сергея Есенина. Собственно, абсолютно верно. А, вот это вот интересно. Так, ну здесь, конечно, интересно. Это мне кажется Ленин, нет? Нет. Потому что очень похоже на него почерк. Ну, очень похож на самом деле. Это Олег Толстой. Да, очень похож. Значит, смотрите, здесь про что? Вот здесь как раз про то, что человек как раз не боится делать то, что он считает нужным. Если мы рассмотрим вот этот лист, как жизненное пространство человека, да, мы всегда так рассматриваем, то в этом жизненном пространстве место есть для всего. Можно делать какие-то сносочки, можно что-то обводить, можно перечеркивать. Другими словами, это мое пространство, это моя жизнь, я могу здесь делать все, что я считаю нужным. Другой человек никогда в жизни себе этого не позволит, потому что все должно быть чисто, аккуратно, понятно, ни в коем случае никаких перечеркиваний, да. Здесь, понятно, есть такие импульсивные моменты, здесь есть демонстративного типа нотки, вот в частности, да, вот мы видим буква Д, насколько я понимаю, да, то есть вверх она идет, то есть это про то, что все пишут вниз, а я вверх, да. Но, учитывая еще период времени, когда это было написано, да, тогда были такие элементы как бы в моде, да, то есть и многие люди так писали, но это про то, что я выделяюсь, я стремлюсь чего-то достичь, я готов работать много, я умею это делать, но, безусловно, я делаю то, что не делают другие. Угу, угу, нужно еще там следующие, пожалуйста. Я, нам правда, как всегда не хватит эфира, но мы, правда, Марина, мы с большим удовольствием, вот такие-таки интересные вещи рассказывайте. Вот, пожалуйста. Здесь как раз про человека свободного, который себя мало контролирует, он отпускает как бы свою руку, да, и может писать так, как он считает нужным. Здесь в данный момент, если мы посмотрим на лист, то строчки уходят вниз. Это про то, что сложновато доводить дела до конца. Почему? Потому что очень часто не хватает энергии. То есть человек может давать энергетический напор сначала в начале процесса, да, а под конец уже раз, ой, нет уже сил. То есть это либо про то, что неправильно распределяет энергию, либо про то, что физический человек болен, и у него, естественно, не хватает энергии, да, или теряется интерес. Это больше, я бы сказала, про человека, такого как поджигатель. То есть у него зажигаются, появляются какие-то идеи, но таким людям всегда нужны другие люди, которые помогут довести до конца. Даже есть в бизнес-среде такая должность, которая называется финишер, да, доводчик. То есть идеи продуцировать кто-то один должен, а именно доводить процесс, исполнять этот процесс должны другие люди. Поэтому здесь вот про это. Ну, это, безусловно, интеллектуал, но именно в этой интеллектуальной сфере он и страдал достаточно много. То есть у него опускались, так сказать, крылья, и где-то то, чем он занимался там всю свою жизнь или какой-то длительный период времени, потом оказалось не сильно кому-то нужно или не было правильно понято. Это Владимир Набоков. Да. Я бы просто... Это просто что-то невероятное, Марина, честно. Вы от меня шифруете фамилии, но всё равно от этого не скроешься. Это просто, знаете, это просто даже вот... Просто потом подтверждать, знаете, это не так интересно. Да, безусловно. Вы просто всё попадаете абсолютно точно. Ну, здесь мы можем сказать про аккуратность, про педантичность, про самоорганизацию, про то, что человек себя контролирует всегда и везде, про то, что он хочет выглядеть, и он есть таким по сути, да, то есть он не может себе дать расслабиться, даже когда он наедине с собой. Это и про внешний вид, это и про манеры поведения, это и про то, как он себя презентует. Вообще всегда и везде. Но, кстати говоря, я людям, которые вот пишут на листе формата А4, там без клеточек и без линейчик, но идеально ровные строчки, как здесь, я всегда даю рекомендацию, расслабьтесь, отпустите руку. Потому что, когда человек находится в такой жесткой концентрации, вероятность того, что человек получит инфаркт, очень увеличивается, да. То есть если идти по жизни в сжатом состоянии и никогда не давать себе расслабиться, это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, с моей точки зрения, всегда лучше, когда человек пишет либо вверх, либо вниз, либо криво, либо ровно. Поэтому здесь про высокую, высочайшую самоорганизацию, также про стратегическое мышление, и не очень хорошее, про то, что человек может просчитать на несколько шагов вперед. Но, в общем-то, вся жизнь, она по плану. Ну, он, наверное, удался, и он действительно не смог расслабиться. Это Эдгар Анпо. Да. Вот мы знаем, чем он закончил. Вот это вот тоже очень интересно. А вот здесь как раз немножко про другое. Это про то, что человек позволяет себе идти свободно, да, как бы лететь по жизни, да, летящей походкой. И строчки здесь, если вы посмотрите, уходят вверх. Это про то, что человек видит всегда будущее, видит перспективу. И во что бы то ни стало, он бежит туда в конец, даже если у него уже сил нет, но он будет туда бежать. Он будет там чего-то завершать. То есть у него основной приз, он там. И вот как раз таким людям я очень часто говорю, остановитесь и побудьте в настоящем моменте, да. Поймите, что у вас уже есть сейчас. Потому что то, что будет в будущем, мы еще пока не знаем. А то, что у вас есть сегодня, оно уже есть. Попытайтесь насладиться этим. Но здесь большой плюс, что человек не делает сильного нажима в тех местах, где этого делать не нужно. Это про то, что он адекватно оценивает свои силы, и он понимает, могу себе позволить. Могу делать это, могу делать то. Есть некоторые моменты, которые уводят его в прошлое. И знаете, это некое желание соответствовать тому, что как бы наложили на него в прошлом, да. Ну, там часто это родителям соответствовать, или каким-то там своим учителям, или кому-то еще. Здесь также есть момент, вот вы видите, часто крыша такая появляется. Это про необходимость признания, про необходимость того, чтобы подтвердили, что я молодец. там, я великий, или я известный, или, в общем, я молодец. Я думаю, что Наполеон знал об этом, что он молодец. Многие люди, страдающие его синдромом, тоже об этом знают. Да, при всем при том, вы видите, что этот человек, он, собственно говоря, позволял себе быть естественным. И это очень важно. И тут еще момент есть чувственности. У него очень хорошо была развита интуиция. И это в почерке тоже видно и проявляется. Но вот эти вот, конечно... А что говорит об интуиции? Об интуиции говорят элементы буквы У, или вот длинные отростки. Вот у него как длинные. Я поняла. Это про то, что он углубляется, он хочет этим отростком куда-то вот глубоко нырнуть. Не просто поверхностно узнать, кто вы, а вот докопаться до самой сути. Отлично. Я почти буду на то. Да, ну, прекрасно. Ребята, дайте, пожалуйста, еще один. Да, мы еще успеем. Так, вот этот почерк. Здесь печатными, да, больше печатными, про печатные буквы. Но это рукой писалось. Нет, понятно, да, но буквы печатные. В наше время ведь тоже очень много людей, которые пишут практически печатными буквами. Вот про это я хотела особенно сказать, потому что... Пожалуйста. Да, потому что когда мы печатаем, то, по сути дела, человек таким образом исключает эмоциональное состояние. То есть мы можем эмоциональное состояние рукой передавать через различные пухленькие такие отросточки, там Д буква, У, например, мы прописываем хвостик пухленький. Это все про эмоции. Когда мы печатаем, у нас фактически нет никаких отростков, посмотрите, никаких, нет петелечек, да, чтобы говорила про наши эмоции. Да, и такие люди, они отличаются всегда тем, что они, как правило, живут в поле рацию и логика. То есть для них важно понимать, зачем, куда, с кем, с какой целью и так далее. Поэтому требовать от таких людей чувственных проявлений совершенно не стоит, да, потому что почему у них это все появляется? С одной стороны, они боятся проявления эмоций, с другой стороны, очень часто это бывает, когда человек пережил некую травму, связанную с эмоциональным потрясением, ну, к примеру, несчастная любовь, да, и он начинает автоматически, начинает писать печатными буквами. То есть он пропечатывает. Другими словами он нам сообщает, я не хочу ничего чувствовать, я хочу подходить рационально к построению своих дальнейших отношений, да. Я бы не сказала, что это очень хорошо, но, в принципе, как психолог я могу сказать, нет, хорошо или плохо, да, есть только особенности. Но с моей точки зрения, любой человек – существо эмоциональное, и он эмоции должен испытывать. Поэтому если вдруг кто-то начал писать печатными буквами, да, то, пожалуйста, перейдите обратно на прописной текст, это точно добавит в вашу жизнь яркость, эмоциональность и много интересных моментов. Ну, боль уйдет, и, наверное, вернутся все. Это Толкин, великий графоман, о, великие, могучие террористы, которых скоро не будет на территории Украины. Вот эти вот два товарища особо интересны. И бывший посол Российской Федерации в Украине тоже нам очень интересен. Ну, если про бывшего посла, да, сказать, то здесь из того, что я вижу, есть момент «иду против течения». То есть внутренний такой бунтарь, внутренне есть недовольство собой прежде всего, и недовольство тем, что происходит в округе. Но он, безусловно, человек эмоциональный, чувственный и интуит. Агрессию свою он прячет, хотя он может нанести удар на поражение. Но в силу своей деятельности, да, профессиональной, как мы понимаем, ему, естественно, нужно представить перед публикой такой, какой его хотят видеть, таким, каким его хотят видеть. Но здесь точно человек, который способен на некоторые нетрадиционные решения и нетрадиционные видения решения каких-то проблем. То есть у него есть такое свое, отличающееся от большинства мнение. Но вот в этот момент, когда он писал, он точно находился в поджатом состоянии, в состоянии жесткого контроля. Ну, это минская договоренность. Да, ну я поняла. А Захарченко и, прости господи, Плотницкий? Значит, если про Захарченко, то вообще в почерке и в том числе и в подписи чем больше острых углов, тем больше агрессии. Здесь мы видим, вот как одна вроде бы буква, да, но здесь у нас много острых углов в самой подписи. То есть эта агрессия, она зашкаливает, она пытается вырваться. Очень часто человек, даже который не может в жизни проявить эту агрессию, ну то есть он не может подойти и убить кого-то откровенно, да, он начинает выводить эти свои теневые, так сказать, стороны именно в почерке, да, в письме. Здесь мы видим, что, во-первых, большой элемент подписи, это про то, что, посмотрите, какой я важный, да, здесь большой, и мне вообще не нужно много чего писать. И так всем понятно, кто я есть. Но вот этот элемент, уходящий вправо, это про то, что есть материальная выгода в будущем. То есть человек рассчитывает на будущее, на получение дивидендов от того, что он построит, или от того, что он сделает, или от того, куда он идет. Ну, понятно. Никто бы не сомневался в их целях и задачах. Давайте очень быстренько, у нас буквально 3 минутки Плотницкий. Не-не-не, ребята, это да Винчи. Мы обязательно об этом в следующий раз поговорим, потому что мы вас так просто не отпустим. Ну, про Плотницкого могу сказать, что, во-первых, здесь есть элементы перечеркивания, как вы видите. Здесь не столько агрессии, здесь больше самолюбования, но есть моменты, которые его беспокоят, и точно есть те вещи, которые ему не хотелось бы делать, но приходится. И таким образом он перечеркивает как бы свою внутреннюю миссию. То есть там точно есть не состыковки. Я понимаю. Ну, собственно, он вышел из коммунального хозяйства. Собственно, не знаю, чем он к ней хотел заниматься. Коммунальным хозяйством или все-таки разрушать целый город. Марина, последнее, буквально, откройте, пожалуйста, секреты. Самые простые. Вот когда, знаете, есть наклоны, ну, в любом случае, знаете, кого я спрашиваю, направо и налево, буковки, да, вот так вот ложатся. О чем это говорит? Если, сейчас будем говорить про правшу, да, потому что там есть отличия. Нас просто большинство. Если у правши идет наклон влево, то это про то, что человек идет против течения. Бунтарь. Он бунтует против того, что существует. Это, знаете, как девиз таких людей, я идеален, а мир нет. Что-то с этим миром не так. И очень часто в их речи вы можете такие фразы услышать, как я родился не в той стране, я должен был жить там в 19 веке или в 18, да, то есть всегда что-то не то. Но у таких людей всегда есть и плюсы. Это люди, которые способны сделать то, что другие сделать не могут. Либо придумать какой-то выход из ситуации интересный, да, либо придумать какое-то решение задачи, такое вот необычное. Поэтому если в вашем коллективе, к примеру, есть человек с левым наклоном, пишущий, да, всегда при любых затруднениях спросите у него. Он вам может подсказать какое-то очень интересное нетрадиционное решение этой проблемы или этого вопроса. А если левша? Если левша, то у них наоборот. Для левши более стандартный, более удобный, это левый наклон, вообще в принципе, да, если он идет правый, то это про то же самое, только у левши, про то, что он бунтует, да, то есть, ну, как-то вот он, ему удобно влево писать, а он пишет вправо. И очень часто левши для того, чтобы был правый наклон, переворачивают аж вот так как-то тетрадку и вот так вот выгибаются и пишут. Но это про то, что я себя выкручиваю, да, для того, чтобы быть таким, как все. Да, да. Нет, будьте такие, как вы сами есть. У нас просто время заканчивается, и мне очень хочется сейчас вместе с Мариной пройтись по всему нашему редакции и посмотреть, кто как пишет или кто как печатает, потому что, ну, очень хочется узнать наших людей поближе. Я уверена, что они самые классные, конечно. Марина, я очень вас благодарю и я вас жду в следующий раз. Друзья, следите за нашими анонсами. Марина Фоменко была в нашей студии, она будет обязательно еще раз. Мы с удовольствием прийду. Спасибо за приглашение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова